Global Dignity Global Dignity — это независимый социальный некоммерческий проект. Он был основан 11 лет назад членами сообщества молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума, наследным принцем Норвегии Хоконом, кинским философом Пекко Химменином и основателем неправительственной организации Operation Hope Джоном Хоуп Брайантом из США. Global Dignity — это глобальное достоинство. Главными ценностями движения являются уверенность в своих силах, самопознание, желание мечтать и умение работать в команде, помогая друг другу. Проект представлен в 70 странах мира. О Финляндии действует уже три года. Руководитель проекта Global Dignity Girls and Boys Камила Султанова рассказала о его сути. Наша задача — это проводить широкого масштаба мероприятия на под два часа. Мы приглашаем финских талантов. То есть таланты не обязательно, чтобы были финны, то есть иммигранты, которые чего-то добились. Они рассказывают на своих ошибках, как они добились успеха и как они пытаются, естественно, с достоинством прожить. И советы дают, конечно, всем нашим студентам, учителям и родителям. Мероприятие прошло при поддержке финской школы бизнеса Сумен Лейкемистен Кауппаописто. Преподаватель этого учебного заведения, Тарья Айраксинин, считает event management, управление организацией мероприятий, перспективной областью на рынке труда. Нуаринь, точка, требует правильный заведения. Нуаринь, точка, требует правильный заведения, который может получить вид на рынке. Нуаринь, точка, столь сябриятия, культуривиста, музыкиста. И мы уже есть опетухолизиеми, семинары. Эван Сёдерлунд родом из Малайзии. Её девиз – поверь в себя. Она добилась серьезного успеха Финляндии, став основателем Куоне Тапахтома-хотелли или гостиницы, где проводят различные культурные, спортивные и корпоративные мероприятия. Эван рассказала о том, чем отличаются условия для развития бизнеса в Малайзии и Финляндии. Эван Сёдерлунд родом из Малайзии – уполномочивать людей с достоинством, предоставляя им средства и возможности для реализации свелых замыслов. По объединению, возглавляемого финской компанией Coco Experience, чрезвычайно высокие цели – сделать космические путешествия доступными каждому. Инициатива объединения Space Nation призвана открыть путь в космос для широкой публики. Калли Вяхе Яаккала, автор мобильного приложения Space Nation, исполнительный директор и сооснователь Coco Experience, убежден в актуальности основанной им программы подготовки космонавтов. Спейс Nation on ajankohtainen monestakin syystä. Иksi on se, että me ollaan nyt siinä kynnyksellä, että me levittäydytään avaruuteen, ei pelkästään käymään siellä, vaan asumaan, työskentelemään. Ja se tulee olemaan meidän tulevaisuuden talouskasvun teknologisen kehityksen, luovuuden ja ihmisten yhtenäisyyden tekijä. Jos mietitään tämän hetken tilannetta, missä maailmassa eletään, niin me tarvitaan tämmöistä yhdistävää tekijää, jossa on koko ihmiskunnalle yhteisiä tavoitteita. Калли лично заинтересован в том, чтобы отправиться в космос. Joo, totta kai itsekin haluan avaruuteen. Ehkä se on joskus ensi vuosikymmenen puolets välissä, kun tulee itse käytyä. Ja en halua vaan käydä siellä, vaan jäädä sinne kanssa pidemmäksi aikaa ja tehdä siellä jotain hyödyllistä, kuten tieteellistä tutkimusta. Nesмотря на yun yuvaus, uchini 9-go klasa средней школy VIKI Filipp Riznik принимал активное участие в подготовке мероприятия, занимаясь его рекламой, переводами текстов, музыкальным оформлением и многим другим. Этот опыт оказался для него весьма полезным. Это помогло мне начать работать с разными людьми и в команде. Научило меня хорошо. И научило тому, что нельзя отвлекаться тактильно на работе. Это все какая-то другая. И следить за собой постоянно. Ярмарка «Тайтая-2017» проходила в выставочном центре Мессу Кескус в течение четырех дней, широко представляя профессиональное образование Финляндии и подробно рассказывая о разных профессиях и учебных заведениях. Также в рамках этой ярмарки состоялся чемпионат Финляндии «Мастер-2017», который определил лучших молодых специалистов в 50 различных областях. Они доказали своей работой, что все возможно. Главное – верить в свои силы, уметь мечтать и чувствовать себя достойным. Финляндий – верить в свои силы, уметь мечтать и чувствовать себя достойным.